Сказка о том, как Велеса прозвали коварным богом Из книги Ольги Баяновой «Трагедия бога Велеса» Вечером только отужинали, начали соседи подтягиваться с извинениями хозяйки, с объяснениями к деду Матвею. «Ты уж извиняй нас, Матвей Егорыч, но уж больно интересно стало, что там дальше с Велесом-то приключилось. Уж так жалко его, жальче не бывает. Мотает его бедного, однако, от правды кривди до назад. Так и бродит средь людей, или нашел, какое дело по душе. Как, споешь еще нынче или как?» Гости скромно топтались у порога, стеснялись проходить. А дед Матвей только улыбался, да широким жестом приглашал заходить и усаживаться. Вот все уселись-угнездились, деда Матвея глазами сверлят. А тот бороду поглаживает, момента ждет. А дело-то так разворачивалось. Велес, бог трех миров, все еще бродил по яви в личине простого мужика. Пристанет, бывало, к какой артели, и ходит с ними по деревням. Работает наравне, ест, пьет то же, что и мужики, спит рядом с ними. Чувствовали люди, что непростой это парень, но не расспрашивали, чего да зачем. Деликатничали. Сам, значит, выбрал, сам и знает, имеет право. А как бывало, закончит работу, на которую подрядился, честь по чести со всеми попрощается и пойдет дальше своей дорогой. Многие бригадиры-артельщики уже его знали. Приглашали, да зазывали, но он никогда два раза в одну и ту же артель не нанимался. Видно, своя причина была. Ну а слухи всякие про него ходили, да и байк про него, как пришлого мужика, что ходит от деревни к деревне, слово чего-то ищет, много насочиняли. Вот, бают, такая история как-то приключилась. В одной артели лесорубов, что промышляли по летнему берегу Белого моря, бригадир-артельщик был знающий мужик, но вздорный. Слово поперек не давал сказать, да и высмеивать тоже мастер был. Вот на эту-то артель и набрел как-то велес. Артельщик смотрит, мужик еще молодой, даже не мужик, а парень, жизнью вроде непобитый и смирный с виду. Ну, думает уж я и потешусь, спрашивает. А ты прежде лес-то валил? Да нет, не приходилось. А инструмент имеется? Есть. Так покажи. Парень из-за пояса топорик небольшой достает, показывает. Артельщик ошла дони друг о друга потер, думает. Ну все, попался парень, вот уж я потешусь. И говорит он этому пришлому, то ли парню, то ли мужику. Нет, твой топоришко не годится. Видишь ли, тут такое дело. Мужики-то наши, артельщики, каждый со своим особым инструментом управляется. А покажи инструмент, просит парень. Может, я где найду такой же? У тебя есть этот инструмент, вот только маловат еще он. Маловат, подрастить бы не мешало. А что за инструмент? Хмурится парень. Да борода! Гогочит артельщик, а все ему поддакивают, да тоже со смеху с ног валятся. Бородами мы лес валим. Как так? Удивляется пришлый. Да вот так. А ты как научишься бородой деревья валить, так и приходи. А сейчас молот еще, бороденка-то у тебя так себе. Так и ушел парнишка, весь обсмеянный да оплеванный. Хуже, чем побитый. Ну посмеялись, да и забыли. Но нет. На другой сезон приходит этот парень опять и прямо к бригадиру. Помнишь меня? Спрашивает. А тот-то уже и забыл. Мало ли кого он высмеивал, всех разве запомнишь? С каких это щей я тебя помнить должен? Грубо так бригадир и спрашивает. Парень-то вроде и не замечает грубости. Да ты же мне велел бороду отращивать, чтобы мог я наравне с вами лес валить. Вспомнил артельщик свою шутку, гогочит. Вижу, борода отросла, а лес-то на дрова сможешь рубить? Сосны-то в этом лесу старовозрастные, никто их до сих пор еще и не рубил. Сами первый раз примириваться стали. Так затем и пришел, что ты обещал в артель взять, как борода отрастет. Но сосен, конечно, жалко. Нет, парень, обещание обещанию рознь. Борода бородой, а вот ты должен доказать, что бородой умеешь лес валить. Завтра пораньше приходи, выдерем тебе делянку на подходах к тайге, там и покажешь свое умение. Хорошо, соглашается парень. Утром пришли к лесу на морское побережье. Артельщики заранее пересмеиваются, сами работать начинать не торопятся. Охота посмотреть, как этот пришлый выкручиваться будет, да вековое дерево рубить станет. А тот подошел к высоченной сосне, пошептал ей, вроде как объяснял что-то, потом мотнул бородой, дерево и завалилось. От веток освободил, на чурбаки развалил, да на поленья переколол, все поленья аккуратненько так в поленницу сложил. И всю работу бородой сделал, рук из карманов даже не достал. «Ну как, берете?» — у бригадира, значит, спрашивает. А тот ошалел, рот разинул. Но собрался с духом, гонору-то много еще, отвечает. «Подумаешь, одно дерево завалил. Ты вот всю делянку одолей, а мы посмотрим, как ты управишься». «Хорошо, правда твоя. Ты тут главный», — соглашается парень. И только свист пошел, одно за одним, да все так, как полагается. В ветви опять-таки бородой в кучу сгреб, все стволы на чурбаки раскатал, дровишки в поленницу уложил, до обеда все задание выполнил. «Ну, так что, берешь?» А артельщик еще гонорится. «Так-то оно так, но с тебя причитается». «Причитается так причитается. Пошли, где тут у вас расположиться можно?» Пошли молча всей артелью. Никак от увиденного в себя не придут, а в голову-то никому даже не влетит, что непростой этот пришлый. Тут, скорее всего, морок наведен. Но как расположились, попили-поели, головы-то отпустило, а языки поразвязались. Кто посмелее, начал выспрашивать, как он такому делу сподобился. А парень и не думает, таится. Да мужик один научил, все показал, да и словечко заветное шепнул. «Ну, мужики, и давай приставать, что научи, мол, как это делать. Бородой-то махать куда легче каждый день, чем топорами. Ты вон за целый-то день ни разу рук из карманов не вынул, пот с олба ни разу не утер». «Знамо легче», — кивает парень. «Только мне-то какая выгода?» «А мы тебя тогда на равных паях в артель примем!» продолжает важничать старшой. «Ну, разве так? На равных паях соглашается вроде нехотя. Так с утра и покажешь, как в лес придем». Наутро мужики гребнем бороды свои вычесали, чтоб от вчерашнего застолья ничего в них не оставалось, в чистое нарядились, как на праздник собрались. Пошли. А пришлый спрашивает, «А где тут у вас муравейников побольше, чтоб на всех хватило?» «А зачем?» — удивляются. «А разве я вчера не сказал?» «Забыл, видно», — сокрушается парень. «Надо день муравейники высидеть, чтоб борода напиталась. К вечеру только вызреет, силой нальется». Мужики морщатся, но соглашаются. Нашли каждый по муравейнику, устроились. Кряхтят, стонут, но сидят, да бороду все ощупывают, налилась, может, уже. И ближе к вечеру вдруг началось. Каждый волос твердеть начал, да острым становиться. Бороду не потрогать, не погладить, порежешься. Мужики начали из муравейников выбираться, отряхиваться да постановать, тело-то все муравьями искусано. А парень не останавливает их. Рано, мол, еще. Вот как хорс «Бог солнца» на покой соберется, тогда слово можно сказать. Так помурыжил он их еще немного, потом командует. «Проверьте, у всех бороды крепкие!» Щупают мужики, бороды крепкие да острые, куда там топорам до бород. А теперь, мужики, выбирайте каждый по дереву, да поядреннее. Ствол руками обнимите, бородой прижмитесь, а я вас всех обойду, словечко шепну. Обняли мужики стволы, прижались к ним бородой, как бывало к родной матушке, малыми детьми льнули, ждут слово заветное. Всех обошел мужик, каждому что-то шепнул, а как обошел, так встал в сторонке, да и говорит. «Прощайте, мужики! Помните Велеса науку! Впредь знаете, как да с кем шутить, как на старовозрастный лес топором замахиваться!» И исчез, как не было. Тут-то мужики как очнулись, стали от дерева отцепляться, а руки не слушаются, да и бороды к стволу приклеились. Только сейчас до них и дошло, что это сам Велес, бог трех миров, над ними так пошутил. Слухи-то про Велесовы шутки и до них доходили. Всю ночь, обняв стволы, простояли мужики. Наутро руки разжались, а бороды пришлось топорами отрубать. С тех пор, как надумают мужики посмеяться над кем чужим, так осторожничают. А не Велесли это им ловушку готовит, да сам и посмеивается. А в сторону леса, что раскинулся по летней золотнице, и глядеть даже перестали. И внукам своим заповедовали беречься от тамошней порубки. Заметили потом, что стало являться в том наволокском лесу, берегине. Местные-то, что из деревеньи далече от мыса Ухт-Наволок, и стали кликать ее хранительницей священных лесов. А Велеса после этого случая еще и коварным стали звать. Хотя в чем тут его коварство-то? Посидели день муравейники, да ночь в обнимку сосной постояли, так по делам. Нечего над молодым да доверчивым гоготать до упаду. Нечего на лес, родной для Велеса, приморский редкий, глаз класть. Что посеяли, то и пожали. Кнут не мучает, а наперед учит.